Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моём канале, на канале Алики Мирной. И сегодня предлагаю сделать такой расклад на тему, что же значат приметы. Кто-то из нас суеверный, кто-то нет, но так или иначе каждый из нас слышал о том, что эти приметы существуют. Что будет, если, допустим, встретишь человека с полным ведром, с пустым ведром, допустим, или чёрная кошка перейдёт дорогу слева направо или справа налево и так далее. Примет на самом деле очень много, но давайте посмотрим. Я выписала несколько и посмотрим, что у нас получится из этого. Итак, первое. Говорят, что когда отправляешься в путь, необходимо обратить внимание на то, кого первым встретишь, мужчину или женщину. Если мужчина к удаче, то женщину к неудаче. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Итак, посмотрим. Если отправляешься в путь, вышел из дому, и первым, кого встречаешь, это мужчина. Что это тогда значит, если первым встретить мужчину? И что значит, если первым встретить женщину? Если первым встретить женщину. Что значит это? Ну, давайте смотреть. Вот он наш мужчина, видите? Смотрите. Как интересно. Значит, то, что касается этой приметы. Если вы вышли за порог, отправляйтесь куда-то по важному делу, да, и первым встречайте мужчину. Значит, больше эта примета в плане, да, встречи мужчины, она всё-таки ориентирована на женщину, да, то есть если женщина встречает мужчину. О чём она говорит? Что? Когда вы отправляетесь в путь, вы как будто бы идёте вот без ничего, как будто бы вы не знаете, ну, вы не знаете исход встречи, исход дела, допустим, исход вашей дороги или ещё что-то. И если вы на своём пути встречаете мужчину, то эта примета говорит о том, что вы получите всё то, что вы желаете, да, что как будто бы если у вас ничего нет, то, ну, вот, вы всё получите, что у вас будет доход, прибыль, допустим, любовь, к примеру. То есть это действительно благоприятная вот такая вот встреча, то есть если вы идёте, скажем так, ни с чем, то возвращаться вы будете, ну, вот, с полными там сумками, к примеру, да, там, или с каким-то успехом, или с удачей, то есть у вас дело какое-то получится, и получится оно на ура. Но я бы сказала так, что это если женщина первой встречает мужчину. Сейчас мы посмотрим насчёт женщины, если встретить, и я ещё здесь продолжу. Если мы первой встречаем женщину, то о чём это говорит? Угу. Так. Вы знаете, здесь по вот этим картам я не могу сказать, что женщину встретить это к неудаче. Скорее всего, скорее всего из того, что я вижу, эта примета что означает? Вот с какими помыслами, с каким настроением ты идёшь, вот то ты и получишь. Если, к примеру, мы встречаем мужчину, да, и вот в каком бы состоянии мы ни были, у нас всё равно вот будет благополучие какое-то. То если мы встречаем женщину, если мы настроены плохо, то и будет плохо. Если мы настроены на какой-то успех, удачу, что всё получится, то будет хорошо. Я не могу сказать, что здесь встреча женщины — это однозначно что-то негативное. Нет. Для мужчины, наоборот, даже очень удачно к успеху встретить женщину первой на своём пути. Но здесь просто вот нужно понимать, да, то есть вот с чем вы идёте, вот с каким настроением, что вы несёте с собой, какие мысли у вас присутствуют при этом, вот то вы на самом деле и получите, не больше и не меньше. Если вы идёте и переживаете, что, допустим, встреча пройдёт неблагоприятно, ну, значит, встреча пройдёт неблагоприятно. А если вы будете идти и будете настроены на успех и на позитив, встреча пройдёт очень хорошо, и вы получите то, что вы хотели. Вот такая вот примета. Так, хорошо, давайте дальше. Есть ещё примета, если вот отправился в путь, но что-то забыл и вернулся, да, домой вернулся, необходимо перед выходом посмотреть в зеркало. Почему? Да, почему вот перед выходом нужно посмотреть в зеркало? Почему? Почему, почему, почему? Итак. Знаете, здесь есть такой вот момент интересный. Во-первых, это зависит от нашего восприятия, да, то есть как будто бы немногие из нас на самом деле знают истинное, ну, вот значение этой приметы, да, почему это надо сделать. Как будто бы вот нас так воспитали, нам это передали, и вот мы с этим идём, да, то есть знаем, что если что-то забыли, вернулись, посмотрели в зеркало, и дальше пошли, то есть вот истинной причины мы не знаем, она на самом деле и есть туманная. Но о чём она говорит, что если мы вот так вот делаем, то мы… смотрите, если мы возвращаемся, значит, есть какая-то преграда на пути, что-то должно было пойти не так. Вы не просто так забыли, допустим, там, я не знаю, телефон, кошелёк, неважно. То есть есть какое-то ограничение, есть какая-то проблема, которая могла вот типа возникнуть, да, там, когда вы вышли из дома. Поэтому, да, ситуация как-то складывается таким образом, что вы должны были что-то дома оставить, вернуться, посмотреть в зеркало, и как будто бы, знаете, как идёт перезагрузка. Вот эта ситуация плохая, которая должна была быть у вас на дороге, да, она как будто бы проигрывается. Вы вот вернулись уже, вы вернулись в дом, как будто бы вот эта ситуация уже проигралась. И вот то, что вы выходите вот второй раз, это уже как новый путь у вас получается. То есть что-то плохое, как будто бы вы миновали. Вы должны посмотреть в зеркало и как заново выйти из дома. То есть вот идёт как перемотка какая-то. Да. Смотрите, вот колесо фортуны. То есть даётся новый какой-то шанс, возможность избежать какой-то плохой ситуации. Как будто бы быстро, вот время как будто бы быстро промчалось. Вот вы вышли, прошли буквально пару метров и уже вернулись. Всё, то есть какая-то ситуация негативная, она как проигралась. И вы заново выходите, но это новый ваш путь. То есть что-то сложится иначе, по-другому, более благоприятно. Поэтому надо посмотреть в зеркало. Это своего рода как символ какой-то перемотки. Вот я не знаю, как это правильно озвучить, но как ситуация перемоталась, переигралась. Вот как-то так. Хорошо. Давайте посмотрим ещё. Самая распространённая примета. Вот если чёрная кошка перешла дорогу. К чему же это? Да, если чёрная кошка перешла дорогу. К чему это? О чём эта примета говорит? Ну да, действительно, говорит она о том, что для некоторых женщин, здесь больше идёт информация о женщине, королеве жезлов. Мы знаем, что в классической королеве возле этой королевы находится чёрный кот, чёрная кошка. Символ магии, символ тайных знаний. Так вот, для некоторых женщин, которые имеют определённые магические способности, если чёрная кошка переходит дорогу, то это, в принципе, знаете, для таких женщин, это ничего, по сути, такого страшного не несёт и не значит. То есть, кошка может переходить один раз дорогу, два и три, неважно. То есть, это будет какой-то просто знак, что, ну, либо вот вы идёте по какому-то делу. То есть, вы просто обращаете на это внимание, что-то должно быть важное, допустим, на этой встрече. Или вы можете кого-то встретить вообще, там, того, кого давно не видели. Но, по сути, здесь идёт спокойствие, нет никаких таких экстремальных ситуаций. Если же, но это для женщин, которые имеют определённые способности, да. Если же вы к этим женщинам не относитесь, к примеру, да, то есть для других людей, что это значит? Это значит то, что действительно вы, если дорогу вам перешла чёрная кошка, то будет какое-то разочарование, да, то есть вы не получите то, что вы хотели. Вот как-то так, что вы, как бы вы не были настроены, как бы вы не были настроены, вы не получите то, что хотели, что будет какое-то разочарование, огорчение, возможно, да. В этом нет ничего страшного, то есть здесь нет такого, что прям какая-то трагедия, нет. но будет неприятно как бы дорога вот я бы сказала так что вот планы какие не ну да вот что больше как-то вы надеялись на что-то лучшее больше да в итоге в итоге человек это не получает то есть своего рода черная кошка как будто бы предупреждает об этом чтобы вы не настраивались и опять же таки если вы не будете так сильно настроены может быть вы не так сильно прямо и огорчитесь если что-то не получится то есть своего рода это как знак хорошо дальше почему нельзя дарить пустые кошельки и острые предметы так говорят о том что когда даришь допустим человеку кошелек надо туда положить что-то там пару копеек каких-то или сумку или кошелек да почему давайте вот разделим почему нельзя дарить пустые кошельки смотрим знаете то что здесь вот я вижу во первых вот видите пара как будто бы передает мужчина женщиной вот здесь двоечка пентакли но один они пожимают здесь руки когда человек один другому что-то дарит кошелек видите здесь даже сумочка висит когда один другому что-то дарит пустое он как будто бы отдает что-то свое то есть если вы дарите человеку пустой кошелек вы как будто бы что-то свое в этом кошельке отдаете ему это может быть удачи это может быть какая-то знаете ну да вот скорее всего что что-то связано с удачей может быть здоровье что-то вы как передаете чтобы этого не было вам вот в это что-то в эту сумку или в этот кошелек или во что-то нужно положить деньги тогда вы не отдаете свое а вы отдадите как деньги или то есть вот что-то передадите но ваше от вас при этом не уйдет вот такая интересная примета хорошо так есть на чем подумать хорошо давайте посмотрим почему же нельзя дарить вот острые предметы на день рождения на свадьбу говорят что если подарили там ножи и вилки к примеру за это надо дать денежку заплатить обязательно надо да почему почему же вот нельзя дарить скакивают карты хотят что-то нам сказать вот это королева мечей ведь она даже с мечом но оставим и почему нельзя дарить острые предметы до ударить без денег то есть вот если человек не берет деньги взамен вот почему нельзя но вот считается смотрите тоже к женщина и мужчина что если вы подарите к примеру острый какой-то предмет то отношение у вас с этим человеком со временем будут испорчены разрушены до что вот дальнейшем будет скандалы и ваши отношения рухнут если же вы дарите допустим вот какой-то паре да там или есть угроза того что пара которая принимает вот допустим этот подарок и не отдает деньги да то есть опять же таки в будут скандалы будут какие-то неурядицы то есть отношения могут скажем так пошатнуться но в большей степени мне кажется что здесь это касается опа я тут уже буяню по полной программе так большей степени мне кажется что это касается того кто дарит и тот кто принимает если вы не возьмете если вы дарите острый предмет кому-то то у вас этим человеком со временем испортится отношение вы поругаетесь хорошо а если за эти предметы ну вот за эти ножи и вилки дадут деньги то что тогда вот вместо этой башни что тогда будет но это будет лучше то есть это своего рода вообще в любом случае дарить острое не надо это нежелательно но если за эти предметы все-таки дать деньги якобы купить ведь и сундучок здесь от купиться то тогда все будет хорошо то есть вот это как бы неудача вот эти проблемы они пройдут стороной то есть они не коснуться ссоры вот этой не ну и даже если она и будет какая-то конфликтная ситуация она не будет настолько серьезно какой могла бы быть вот так интересно хорошо дальше еще говорят что вот если разобьешь посуду то это к счастью да то есть говорят что-то если посуда случайно но не специально конечно да вот если случайно разбилась посуда то это к счастью так ли это так ли это давайте посмотрим если случайно бьется посуда вообще к чему это видите уже там что-то бьется о это к большому счастью да на самом деле так она и есть это к очень большому счастью но знаете это вот как я вижу что если допустим вы случайно уронили тарелку к примеру чашку и она разбилась то но не знаю верите вы это или нет это не случайность такое ощущение что вашу руку кто-то кого вы возможно не видите просто подбил и это своего рода идет предупреждение о том что да там допустим если вы огорчены видно вот разбили чашку то есть это своего рода вам сигнал такой не огорчайтесь все будет хорошо или вы не знаете волнуетесь по поводу какого-то вопроса да там и опять же таки разбилась посуда или кто-то из ваших членов семьи разбил ее это предупреждает что все будет хорошо не переживайте то своего рода как предупреждение заранее но несет вот эта примета то есть случайно битье посуды да то сейчас пойдем все бить и крушить случайно битье посуды на действительно к счастью так еще 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 вот говорят что нельзя свистеть в доме что если свистеть в доме то денег не будет так ли это давайте посмотрим говорят что вот если свистеть в доме то вот я допустим когда была маленькая любила насвистывать мне всегда предупреждали не свистеть денег не будет так смотрим но вы знаете на самом деле это нет я не могу сказать что вот эта примета да вот потому что говорят не свистеть там денег не будет это не к этому больше больше это больше касается знаете как ну допустим что дома свистеть просто но это некрасиво может быть да там как-то не считая что это красиво да то есть нельзя так делать вот и все то есть это как бы ограничение какое-то но вот в плане воспитания допустим а то есть что так неприлично некрасиво к примеру то чтобы такого вот не было но то что касается денег нет здесь к деньгам она не имеет отношения то что вот так вот но в любом случае свистеть не будем хорошо и еще есть такое поверье да что вот пятница 13 это достаточно такой неблагоприятный день да для каких-либо начинаний вот стараются когда говорят что о в этом месяце будет пятница 13 то есть этот день надо провести там в тишине в покое желательно никуда не отправляться не выходить особо по возможности ничего глобального не начинать вообще почему что несет в себе пятница 13 действительно ли это что-то такое особенное особенно какой-то день с особенным числом давайте посмотрим что несет в себе пятница 13 но вы знаете это больше наши страхи какие-то возможно это страхи больше вот именно перед 13 числом то что-то не видно не не познанное как будто бы это наши страхи глубинные что само число 13 она такое мистическое да что вот как-то в пятница 13 что возможно как-то редко совпадает такое вот сочетание нас встречается да и что этот день нужно провести как-то особо не высовываясь да потому что есть страх каких-то разочарований и потерь но это больше касается нашего с вами восприятия на самом деле это такой же день как и все остальные дни на самом деле да то есть который дает определенные какие-то возможности до который дает определенные возможности в этот день достаточно знаете я бы сказала так что очень хорошо заниматься какими-то финансовыми делами вот что самое интересное вот этот день желательно заниматься финансовыми вопросами и делами то что он то что вот мы говорим об этом пятница 13 это наши внутренние какие-то возможно страхи и переживания потому что что то есть мистическое наверное в самом числе 13 да то есть вот мистика у нас выпадает с вами вот поэтому как то так а финансовые вопросы в этот день могут достаточно таки быть успешными решение точнее этих вопросов такая ситуация в общем получился у нас с вами такой вот расклад я надеюсь что вам было интересно кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал мне всегда приятно всего доброго до свидания